Сразу несколько фактов хищения древесины выявили сотрудники природоохраны. В Чауском районе инспекторы остановили автомобиль ГАЗ. Индивидуальный предприниматель предъявил накладные на 5 кубометров осины, но при осмотре оказалось, что водитель перевозил дуб, липу и клён, так называемую деловую древесину. Более того, бизнесмен указал неправильное место загрузки, мол, из местного лесхоза. По факту дерево принадлежало крупному предприятию. Еще один случай в Рассонском районе. Там МАЗ перевозил почти 40 кубов леса и вовсе без документов. А в схеме может быть задействован и работник лесхоза. Подробности у Александра Камовича. Рядовая проверка на лесной дороге может закончиться уголовным делом. На минувшей неделе в Рассонском районе инспекторы природоохраны заметили лесовоз МАЗ. Машина принадлежала частному унитарному предприятию из Борисова и была загружена под завязку отборной древесиной осины, объемом почти в 40 кубов. Только вот никаких документов у водителя не оказалось, а машина отъехала совсем недалеко от места погрузки, где также хранилась аналогичная древесина. При этом перевозчик сообщил, что лесничий сейчас подъедет и выпишет необходимые документы. Когда же на место прибыл работник лесхоза, он пояснил, что якобы частная фирма две недели назад разгрузилась в свою древесину, принадлежащую ей непосредственно в штабель лесхоза, а теперь вот через две недели приехала ее забрать, и что якобы никакого отношения лесхоз к данной древесине не имеет. Но сотрудников насторожило то, что древесина была свежая. Подозрение определенно вызвало, что частная фирма, которая якобы принадлежала этой древесине, находится в Борисовском районе, и это никак не согласовалось с той версией, которая была озвучена нашим инспекторам. Предварительно стоимость перевозимого леса оценили в более чем 8 тысяч рублей. В обстоятельствах сейчас разбираются эксперты и следователи. В Чаусском районе также проводят проверку по факту хищения древесины. Там, вблизи деревни Русиновка, инспекторы остановили автомобиль «ГАЗ». По документам, индивидуальный предприниматель перевозил 5 кубометров осины. На деле же оказалось, что в грузовике была деловая древесина, дуб, липа и клен. Бизнесмен рассказал, что, мол, забирал дерево в лесхозе, а место загрузки ему показал лесничий. Работник хозяйства также подтвердил слова перевозчика. Но в последующем было установлено, что фактически древесина принадлежит не лесхозу, а могилев древу ОАО. И, соответственно, ее незаконно разрезали и загрузили, якобы от лица лесхоза реализовали индивидуальному предпринимателю. В связи с тем, что также усматривались признаки хищения с участием должностных лиц, на место вызывала следственно-оперативная группа, которой в настоящее время наложен арест на автомобильную древесину и проводятся необходимые проверочные мероприятия. В госинспекции также добавили, что с начала года уже выявлено 22 факта хищения леса. Возбуждено 6 уголовных дел. Также добавлю, что с августа этого года вся заготовленная древесина на территории лесного фонда страны должна будет проходить через единую государственную автоматизированную информационную систему. Она как раз позволит избежать серых схем и фактов хищения. Также в госинспекции добавили, что с учетом роста цен и актуальности леса такая мера весьма актуальна и своевременно со стороны государства. Александр Камович и Дмитрий Чумак.